У нас определенный порядок. В жаркую погоду люди ходят без рук, без рук, рукава обрезана. Может ходить, но за стол сходить, а руки должны быть закрыты до кистей, потому что мы стоим на молитву. И вот однажды приехал дядя к одному, поменка у нас Валентина Ильинична есть, ее сын. Здоровый, высокого роста, ну 30, допустим, лет с лишним, 35 за стол. Я говорю, у нас нужно одеть, мы даем ему китель, одень, пообедаешь и снимешь. А почему я должен одевать? Понял как. Это редкое явление. Тут был Быков, приезжал писатель Дмитрий Львович. Он все одел, никто не против, тут кого только не было. А я против, я говорю, против, когда поднимутся, ну иди на улицу. Он вышел и сидит там, но есть охота, а тут ниоткуда больше нет. Сидел, сидел, ладно, давай китель. То есть давай есть. Оделся, поел. Поесть-то поел, но упрямство вот это об нем и осталось. Никто не знал, что это будет стоить. Слишком дорогая цена за упрямство. Слушай внимательно, Паша. Тебя-то вполне может коснуться. Ему приходит мысль ехать в Чечню, и он там пропадает. Она ходила к губернатору Сурикову, ко всем. Запросы делали мертвы, бесполезны по сегодняшний день. Ну, а то уже, может, лет 20 прошло. Все. У нас он сумел пройти, в другом месте он не прошел, не пролез. А мы были в Чечне. Нам говорили, не ездите. Некоторые уговаривали, домахнули, но вам все равно. Вот тебе на. Ну, этих-то зачем берете с собой? Молодежь погибнет из-за вас. Мы были три раза в Чечне. И мало где так. Люди расположены так встречались с таким расположением. Мы приехали в библиотеку, а там у них то ли министр, то ли замминистра доклад делают. Они, несмотря ни на что, покинули все, вышли, сфотографировали чеченки. Одеты по корме. Это все у нас заснято. Более опасная, чем Чечня, зона Дагестана. Мы нигде не видели такой охраны. Там стоят не просто автоматчики, снайперы на поворотах. И нам говорят, сегодня вот там-то убили священника. Вот там-то только что машина подорвана была. Дагестан хочет повторить то, что впереди прошло. Ну вот, мы заехали к Рамзану Кадырову. Я подарил книге библиотеку, 38 моих книг. И лично ему, я от него получил благодарность. Мы за Рамзаном молимся каждый день. Да кого он вот такой? Не знаю ничего. Я знаю одно только, что там установился мир. Разрушенного ничего нет. Они полностью на дотации России. И главный проспект называется имени Путина. Я такого нигде больше не нашел. Герой России. Он сумел сделать то, что никто до него не сделал. Прекратились захваты заложников. Практически. А как он сумел сделать? Значит, сумел. Вы посмотрите, когда он сфотографировал с семьей, дочери, как они одеты, какая дисциплина. Он проводит совещание, смотрит, кто-то там, милиционер сидит, майор заснул. Он по-чеченски разговаривает. Он мигом его выпроводил, а другого с должности снял. Мы пришли не спать, а работать. В России давно нуждаются в таких людях. Поэтому надо молиться. А что дали? Холло, пряник, компот. Последний день поста. Так можно поститься. Меню только меняется. Главное, ребятишки пробыли месяц. Никто не похудел, а даже поправились. Почему? Рыба непрерывно идет тут. Спасибо. 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 Спасибо.